Коллеги, в этом видео мы с вами поговорим про осмотр объектов. Жизненно важные правила осмотра объектов, которые вы должны запомнить навсегда. Имущество выставляется на торги в том состоянии, в котором оно есть и предпродажную подготовку никто не делает. Если вы купили лот, не осмотрев его, то вся ответственность за будущее открытие ложится именно на вас. Судить о состоянии лотов только по фото это большая ошибка. Смотрите со специалистом. Если вы ничего не понимаете в тракторах, но нашли инвестора на покупку трактора, найдите и специалиста, который съездит с вами на осмотр и поможет вам. Смотрите при хорошем освещении. Царапины, сколы и мелкие дефекты могут быть менее заметны в темноте. Задавайте вопросы. Иногда люди, ответственные за хранение имущества, могут рассказать много чего интересного. Измеряйте все, что может быть измерено. Возьмите толщинометр, чтобы измерить толщину лакокрасочного покрытия при осмотре автомобиля или измерьте дверной проем, если вы собираетесь покупать и вывозить оборудование. Всегда фиксируйте осмотр на фото или видео. При осмотре недвижимости всегда обращайте внимание соответствия планировке в документах и фактического состояния на состояние кровли или потолка, есть там течь или нет. Выясняйте, не придется ли проходить к вашему объекту через чужую собственность. Осматривайте второй вход, если он имеется. Осматривайте парковку и подъездные пути. Выясняйте, какие коммуникации подключены, а какие отключены. Например, вода, свет, газ и так далее. При осмотре автомобиля и спецтехники всегда обращайте внимание на царапины, сколы краски, обшелушение, толщину лакокрасочного покрытия, какие-то замененные детали, царапины на стеклах, разбитые стекла, ржавчину, состояние двигателя и ходовой части, состояние покрышек. При осмотре оборудования проверяем, работает оно или нет, требует ли ремонта, укомплектовано или разукомплектовано, можно ли его демонтировать, пройдет ли в дверной проем, то есть, если мы его купим, сможем ли мы его потом вывести, какая масса, сможете ли вы его потом перевести в другое место или вам придется его демонтировать и распиливать.